Всем привет! С вами Юля, Тони и рубрика английский с пеленок. Животных лучше всего учить живую. У нас дома есть кита. Первое, что мы сказали, это китти. Китти says meow meow meow. Китти, китти. Китти, 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 китти. 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 Также на улице есть собачки, птички и так далее. Вот корову или, допустим, свинью, условия города не встретишь. Поэтому на помощь здесь придут либо мягкие игрушки вот такие, они объемные, и малышу легко запоминать образ животного. Пигги, пигги, ойг, ойг, ойг. Или еще лучше резиновые, потому что их можно грызть и легко мыть. Китти, китти, мяу, мяу, мяу. Доги, вуф, вуф, вуф. Кау, му, му. Пигги, ойг, ойг, ойг. Иногда использую вот такие перчаточные куклы, я сама их делала, вместе с стежками. Как включается камера? У меня ребенок вообще меняется, ничего мы сразу не хотим. Тони? Мами has cow. Му, 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 му. Кау. Муу. And a rooster. Кака, дудудуду. Роoster. Также можем одевать ребенку на пальчик и учить его сгинать. Пальчик это полезно для мелкой моторики. Hello, Tony. I'm a cow. I say moo, moo. No, cow is not tasty. Cow. Where is cow? Cow, cow. Here I am. Ребенок хочет звать. Звать кого-то, да? Также, когда ребенок уже усвоит образ животного, то можно показывать его и на картинке. Тони, this is duck. Квэк, квэк, квэк. Duck. Квэк, квэк, квэк. Квэк, квэк, квэк. Нам очень нравится эта книжечка Touch and Feel, потому что тут можно потрогать. Fluffy. Такое очень приятное. Также мы иногда используем методику дома на карточке, да, вот такие с подписью. Но сейчас у нас не совсем это хорошо заходит, потому что мы хотим все погрызть, тянем в рот, рвать. Раньше было лучше, где-то месяцев 4-5. Goose. Hen. Rooster. И так далее. Название животных повторяю по много раз. Целый день. Cow, cow, moo, piggy, piggy. И сейчас мы говорим только kitty, либо kitty. Meow, meow. Говорим woof или waf. Piggy, bunny, bar. Caca. А doodle недоговариваем. Поэтому это довольно тяжелый труд. Нужно все время это повторять, 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 чтобы оно ребенком запоминалось. И позже он начинает это выдавать, когда вы как раз и не ждете. Сложность заключается в том, что нужно запомнить название животных и звуки на двух языках. Например, с коровой, му, или кошкой, мяу. Это легко, потому что они одинаковые. Другие же звуки иногда кажутся очень даже странными. Piggy. А какие звуки животных на других языках вам кажутся странными? Расскажите нам об этом в комментариях. Ученик ушел по-английски гулять с бабушкой, поэтому я окончание буду снимать сама. Даже если ребенок ничего за вами не повторяет, то ваши усилия не пропадут зря. Он обязательно выдаст вам позже. Если ваши детки постарше, то вы можете также с ними учить названия животных, используя те же средства, которые мы сегодня вам показали. Также на канале Super Simple Songs есть много песен с звуками животных. Например, all mcdonald held the farm, what do you hear, animals on the farm. Очень забавные. Вы можете проигрывать ребенку и сами повторять словами звуки. Quack, quack, мяу, вуф-вуф и так далее. Ссылки на эти видео будут в описании. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Ждем ваших лайков и комментариев. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Skyteach. See you later, alligator. Bye-bye-bye, butterfly. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok